Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором каждый день мы постим, размещаем большое количество аналитического контента, конкретные рекомендации, основанные на техническом анализе и фундаментальные посты. Тоже дополнительная помощь, поддержка вам в принятии торговых решений. Мы постепенно приближаемся, друзья, к четвергу, когда будет опубликован важнейший релиз последних недель. Это данные по инфляции. Очень много уже было сказано про значимость этого индикатора для американской монетарной политики и для Федрезерва и, соответственно, для курса по определению ключевой процентной ставки. Мы следим за долларом, исходя из долгосрочных ожиданий его роста, потому что отталкиваемся от жесткой монетарной политики Федрезерва и прекрасно осознаем, что эта политика останется такой до тех пор, пока американский регулятор не решит, что достиг определенных результатов и показал эффективность в борьбе с индексом потребительских цен и с зашкаливающейся инфляцией. Если сейчас вспомнить про последние индикаторы по инфляции, базовый индекс потребительских цен находится на отметке 6,6%. Это максимум за 40 лет. И, конечно же, на текущем этапе можно сказать все, что угодно, но только не то, что текущие усилия американского регулятора принесли результат в борьбе с высокой инфляцией. То есть Федрезерву необходимо действовать дальше, также агрессивно, а может быть даже, и активнее повышать процентную ставку. Хотя мне, как покупателю доллара на долгосрок, хотелось бы, возможно, увидеть ставку, решение по ставке, например, повышение не на 75 байсных понтов, а на 100 байсных понтов. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что здесь есть уже и вторая сторона негативной медали, связанная с тем, что такой шаг по ужесточению монетарной политики может спровоцировать совершенно ненужную сейчас для американской экономики, для основных американских активов волатильность. Поэтому ФРС с большой долей вероятности будет действовать в соответствии с прежней дорожной картой, которую еще раз для нас обозначил председатель американского регулятора Джером Пауэлл на прошлом заседании. Индекс доллара, друзья, сейчас котируется на отметке 109.55. С одной стороны, мы преодолели поддержку 110 пунктов, но пока что уверенного закрепления ниже не произошло. Текущая инициатива, да, признаю, за продавцами доллара, но непонятно, как они смогут справиться и пройти следующее испытание. Это отчет по инфляции, который будет опубликован завтра. Мы, безусловно, будем следить за базовым показателем. Я считаю, что базовая инфляция на основании всех тех вводных, которые ранее мы получили, прежде всего по статистике потребительской активности, я полагаю, что индекс достиг новых многолетних максимумов. И если завтра действительно мы увидим цифры 6.7 или выше, то тогда покупатели, собственно, доллара очень быстро вернутся на рынок и вернут этот инструмент снова к локальным максимумам, которые ранее были обозначены на отметке 112-113 пунктов. Дальнейшие перспективы индекса американской валюты будут зависеть от того, друзья, как мы будем подстраиваться к идее повышения процентных ставок. Я предлагаю вам сейчас не выдумывать ничего, не поддаваться паническим настроениям, которые, возможно, для кого-то уже стали реальностью из-за последних распродаж. Но вы должны понимать, что если вы торгуете на долгосрок, единственная причина, по которой нужно отказываться от какой-то конкретной сделки, это радикальная смена новостного и фундаментального фона. Сейчас этого не случилось, этого не произошло. Мы ждем повышения процентной ставки, потому что не просто нам этого хочется, а потому что сам американский регулятор дал конкретную четкую установку того, что он не намерен на текущем этапе бросать агрессивное ужесточение монетарной политики, потому что не видит еще достаточного прогресса в борьбе с высокой инфляции. И, как я только что отметил, завтрашние цифры будут существенным индикатором для нас в определении дальнейших перспектив и американской монетарной политики, и индекса доллара. Я считаю, что до конца этого года, и неоднократно уже озвучивал эту точку зрения, мы точно не должны разворачиваться, друзья. И будут еще новые максимумы, которые вполне реальны уже в самое ближайшее время. Ключевое событие вчерашнего дня — это промежуточные выборы в Конгресс США, в Палату представителей Сенат. Пока что результатов еще нет, есть только данные опроса экзитполов на выходе из участков, и настроение, друзья, разнятся. И, судя по всему, республиканцы, которые должны были полностью перехватить контроль над Конгрессом у демократов, не смогут этого сделать. Но здесь реализуется даже уже более существенный риск, который заключается в том, что Конгресс, как таковое, может оказаться расколотным, когда Палата представителей будет контролироваться республиканцами, а Сената — демократами. И постоянное перетягивание одеяла на одну из сторон будет оставаться причиной повышенной неопределенности в отношении проводимой фискальной политики. Я, как ранее отмечал, вижу в этой общей теме промежуточных выборов больше рисков, соответственно, для стабильности экономической, политической. И эти риски привык, опять же, с высоты собственного опыта закладывать в длинные позиции по американской валюте. Поэтому длинные позиции по доллару, соответственно, ожидание роста индекса американской валюты выше 110 пунктов, возвращение к прежнему локальным максимуму — это прям основная установка. Золото, которое мы покупали, сделка принесла хороший профиль, друзья. Наконец-таки золото в соответствии с нашим прогнозом на основе анализа рыночных настроений, действий большинства и меньшинства, и того, что покупатели золота просто уже, конечно же, должны были локально отыграться против продавцов, учитывая те потери, с которыми рынок драгоценных металлов сталкивался в последнее время. Хай, друзья, по золоту вчерашнего дня — 1716 долларов за тройскую унцию. Наша цель была на отметке 1710. Я предлагаю все-таки, учитывая, что завтра данные по инфляции уже удачу не испытывайте, и если вы смогли заработать на этом краткосрочном бычьем ралле, уже фиксироваться. Доллар иена — 145.59. Мы также очень близки к нашей долгосрочной цели — 145 йен за доллар. Лоу вчерашнего дня был 145.16. Я думаю, что сегодня вполне реально, что эту цель мы добьем. Дальше тоже лучше будет зафиксироваться и подождать, посмотреть за тем, как доллар переживет завтрашний день, когда выйдут данные по индексу потребительских цен. Биткоин оказался под серьезным прессом. Ранее мы касались темы перспектив рынка криптовалюты. Я обозначал только лишь медвежий сценарий. Я по-прежнему считаю, что биткоин с большей долей вероятности уйдет в район 15 тысяч и ниже, нежели чем выйдет там выше 22-23 тысяч. Основная причина обвала больше, чем на 5% топовых инструментов криптовалютного рынка. А если говорить про альткоины, там уже и счет идет на десятки процентов. Это кризис ликвидности биржи FTX, который обвалил стоимость нативного токена. Я думаю, что те, кто следит за этой криптовалютной биржей и за новостями, прекрасно знают, что фактически вчера реализовался еще один черный лебедь. Потому что даже общаясь со своими коллегами, многие считали, что токен этой биржи – это нечто подобное, как Binance Coin в свое время. То есть, если можно было бы проявить инициативу несколько лет назад и поставить на то, что криптовалютная биржа Binance достигнет тех результатов, которые она достигла, то, конечно же, можно было заработать очень много на ожиданиях роста капитализации ее непосредственно от токена. И такой же сценарий был в отношении биржи FTX, но он, к сожалению, не реализовался. Я думаю, что сегодня медвежьи тренды будут преобладать, поэтому по биткоину и эфиру мы далеко можем увидеть новые минимумы. По остальным финансовым активам евро против доллара, евро 1,0070, то есть выше паритета. Напомню, что динамика евро сейчас определяется курсом американского доллара. Завтра следим за отчетом по инфляции. Думаю, что все-таки инициатива перейдет к покупателям, и евро снова вернут ниже паритета. Goldman Sachs после вчерашнего ралли еще раз обозначил свои ожидания по снижению главного валютного риска и повторил цель на ближайшие три месяца 0,94, делая больше акцент на растущие спекуляции приближающейся рецессии из-за ухудшения экономического фона и усиления аналитического кризиса. Рынок нефти пока 95 долларов за баррель по Brentum. Новостной фон из Китая просто количество заболевших, конечно же, портит настроение. Но, опять же, друзья, новых локдаунов пока не вводится. Это более-менее, возьмем так кавычки, позитивный знак. Я надеюсь, что если китайская экономика сможет избежать новых ограничений, то на более длинной дистанции ничто не помешает и не будет препятствовать ее экономическому восстановлению. Поэтому ждем возвращения к локальным максимумам и движения Brentum выше 100 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!